Секрет рецептуры популярного пирожного раскрыли в Петербурге. Главные ингредиенты, как обычно, мука, яйца, соль, сахар. А вот поваром мог стать любой желающий. По крайней мере, как пекарь, уверяли нашего корреспондента Евгения Сверидова, все они оказались в цеху совершенно случайны. Скорее открывайтесь, прямо сейчас! Ломай, 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 она сейчас дурака валяет. Ломай, ломай. Только при помощи спасателей двери в пекарню все-таки удается открыть. При виде сотрудников миграционного контроля и прокуратуры работники производства, побросав печи и забыв протеста, попытались скрыться. Сюда, 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 уважаемые, сюда подойдите, сюда подойдите. Все к этой лестнице подходим сейчас. Пекарня работает круглые сутки, персонал на плотный график не жалуется. И на это есть причины. Что вы делаете в данном помещении? В гости я приехал. В гости в это помещение, где выпечка идет? Да. Если говорить этому мужчине, то кондитерская работала по гостевому принципу. Любой желающий мог прийти сюда и блеснуть своими кулинарными талантами. Сотрудниками отделения миграционного контроля по Фронтовскому району были выявлены 6 иностранных граждан, в которых на момент проверочного мероприятия отсутствовали документы, удостоверяющие личность, разрешительные документы и документы на право пребывания на территории Российской Федерации. Спустя некоторое время мнимый гость признался, он пекарь, и не без гордости заявил, что их продукция востребована. Сколько у вас каждый день уходило в коробки? Это 100, 200. Видимо, покупатели не знали или не хотели знать, в каких условиях делают пирожные. Яйца для крема и теста хранятся в жаркой пекарне. Мука свалена на пол, а холодильник для готовой продукции работает как придется. Таких калечек с кремом здесь десятки коробок, но есть такое пирожное себе дороже. Нигде не указано, когда оно было изготовлено. Может быть, сегодня или две недели назад. У работников пекарни не нашлось медицинских книжек, а трудовые договоры с ними никто не заключал. Пищевое производство организовано без документов необходимых, обязательных для этого, различных санитарных заключений. И в данный момент будет проводиться проверка, и в дальнейшем юрлицо будет привлечено еще непосредственно за это нарушение. Нелегальных пекарей ожидает выдворение на родину. Радовать своими пирожными они будут соотечественников, а владельцу производства предстоят долгие объяснения с представителями закона. Евгений Сверидов, Дмитрий Пащенко, Андрей Антонов и Алексей Фролов. Место происшествия.